Как сделать тарифы на электричество ниже? В условиях сложной экономической ситуации этот вопрос стал как никогда актуален, особенно для производителей промышленных товаров. Ведь не секрет, что от величины тарифов на энергоносители зависит стоимость готового продукта. Разобраться в этом непростом вопросе решила региональная рабочая группа Общероссийского народного фронта. Анализ по производителям показал, что колебания стоимости электроэнергии по стоимости варьируется от 2 рублей 25 копеек за 1 киловатт в час. И вот сегодняшние данные последние было 7 рублей 90 копеек. Мы понимаем, что это практически в три раза. При этом мы прекрасно понимаем, что производство – это не чемодан, который ты взял и перенес в то место, где вода течет или где электроэнергия подешевле. Предприятия оказались в серьезной зависимости от сетевых компаний, которые обслуживают тот или иной город. С 2011 года тарифы на электроэнергию для юридических лиц на региональном уровне не регулируются. Но повлиять на эту ситуацию можно. На помощь приходит опыт других регионов страны, например, в Тюменской области, где профильный департамент проверяет тарифы, которые с бытовой компании выставляют тому или иному инвестору, решившему открыть производство на территории региона. В 5 раз снизились стоимости и подключения, и потребления в том числе. То есть они, соответственно, заставляют сбытовые компании снижать стоимость для предприятий, для того, чтобы инвесторы приходили, строили и, соответственно, развивалась экономика региона. То есть вот этот вот подход, который, я думаю, что достоин подражания. И вполне, вот мне прям хотелось, чтобы правительство Ивановской области приехало в Тюмень на неделю и все под запись, значит, скопировало, каким образом все это работает там. Стоимость электроэнергии в нашем регионе в разы больше, чем, например, в соседней Костромской области. Неудивительно, что предприниматели, видя такое положение дел, предпочитают вести бизнес не в Ивановской области, а в какой-то другой.